Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mazda 6, 2007 года выпуска. 1.8 на механике. На этом автомобиле мы сегодня заменим шаровые опоры. С правой стороны мы заменим нижнюю шаровую опору, она идет там с рычагом. А на левой стороне мы заменим верхнюю шаровую опору, там она перепрессовывается. Снимем рычаг и перепрессуем опору. Опоры здесь в очень плачевном состоянии, сейчас разбирать будем, вы сами все это увидите. До этого мы поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса и уже там снимаем опоры. Вот она шаровые опоры, обратите на нее внимание. Вот так она ходит. И шаровая опора здесь идет в рычаге, вот в этом нижнем рычаге. В оригинале он идет весь в сборе, а мы сейчас заказали неоригинальный фенокс, только вот эту часть, без задней части. Так что, сейчас мы откручиваем эту гайку, вот эту гайку, откручиваем крепление передней стойки, гайку, болт выдергиваем из соленблока. С этой стороны мы откручиваем вот этих два болта, один и второй, снимаем защиту и под защитой мы открутим болт, который уже держит у нас, держит рычаг к подрамнику. Снял защиту, ослабил гайки. Вот эти гайки у нас на 21. Гайка на амортизаторе с болтом на 17. Болт на рычаге на 19. Вот эти вот два болта, которые между собой крепят рычаги, они на 21. Откручиваем. Открутил я его. Теперь мы опускаем вот этот рычаг вниз, вот с этих шпилек. И вытаскиваем его. Здесь, между рычагами, они сидят на направляющих. Вот такие вот направляющие. Ой, шаровая опора. Разорвался пыльник и опора умерла. Рычаг у нас, вот он. Как я и говорил, он у нас фирмы FENOX. Правая сторона у нас идет CA 1144-9. Сейчас его достану. Вот внешний рычаг идентичен оригинальному. На оригинальном вот еще есть отлив вот такой Mazda. Сайлентблоки. Точная копия. Сейчас переставим вот здесь резинку на заднем сайлентблоке. Есть вот такой какой-то гарантийный талон даже лежал. Ну что, самое приятное, она шприцуется. Талотница есть. Мы ее сейчас сразу прошприцуем. Берем, устанавливаем. Так, ну что, прошприцевал я ее. Заводим. Берем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь на новой шаровой гайка на 24 А эти родные гайки остались 21 Продолжение следует... 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 Но попробуем сейчас пружинку поднять Поднять, а в рычаг мы ее не упрем Ладно, что-нибудь думаю Что-нибудь думаю, думаю, думаю И придумал Я сейчас отпущу машину И ослаблю вверху опору Стойку приопустим и у нас все выйдет Так, что у нас здесь Крышечка еще родная На пластиковых гайках Вот, отпускаем вот эти три гаечки на 14 Так, смотрим, что у нас снизу Так, опускаем стойку чуть-чуть по низу Так, один болт вывели Вот он Теперь второй болт И второй болт Вот он наш рычаг Целентблоки Вот эти места надорваны А вот эти места тоже надорваны Целентблоки тоже нужно менять Вот такая шара Снимаем пыльник Снимаем пыльник Все, чтобы ты захочешь Я не знаю, кто-то шару мы будем использовать три пятерки маркировка и и идет sb 1631 такая шаровая пора стопорное кольцо и стопорное кольцо для шаровой это для пыльника а это для шаровой сейчас здесь нет стопорного кольца завода просто за прессована и все здесь сделали место под стопор вот он пас эту выбиваем ну что эту шаровую просто выбиваем молотком вот я и начал стучать все шары вы били у нее разрез вот такой как ну овал видите также как и у этого нового вот так вот она потому как работает рычаг так она и запрессовывается здесь есть вот метка здесь метки нету эта метка в бок ставится вот на эту точку а на новой тоже метка есть вот она точечка ведь она получается сбоку как раз по валу эта точка ставится вот на эту точку берем запрессовывать почистил немножко посадочной щеткой по металлу шарова у нас смазана немножко литольчиком берем ее таким таким образом сделаю так вот через подшипник так вот так вот так 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 здесь я головку использую головка на 32 еще раз показа вот . вот . головка на 32 заводим . все шаровым и запрессовали теперь мы одеваем сюда стопорное кольцо сейчас покажу вот стопорное кольцо берем его и устанавливаем в нижний паз все кольцо мы установили добавляем литола и одеваем пыльник все пыльник мы одели теперь берем стопорное кольцо которое у нас для пыльника она у нас заводится таким винтом сначала заводим одну сторону чтобы пыльник не проткнуть а чё я мучаюсь не буду его ставить сейчас же есть хорошие китайские хомуты и ложится ровно в паз если порвется даже его легко заменить а дальше она уже прижмется пыльнику так вот и будет так ходить никуда не денется единственное что мы сейчас его мы его повернем в бок вот так вот даже назад все идем устанавливаем здесь пока удобно резьбы помажем и болты помажем и КОНЕЦ Вот, один болт наживил. Наживляем второй. Все, второй болт наживил. Попадаем на место. У меня здесь выскочили опоры. Так, сейчас закрутим сверху опору. Попадаем. КОНЕЦ И затягиваем снизу. Так как я и говорил, мы затягивать будем. Вот здесь на край крыла у нас смотрело. Сюда и подтягиваем. КОНЕЦ А здесь у нас уже старого образца гайка корончатая со шплинтом. Ставим и наживляем, закручиваем и шплинтуем. КОНЕЦ Все, вставляем в шплинт. ЗАМЕЦ Или мы и с этой стороны шаровую опору ставим на место колесо. И на этом все, шаровую опору мы поменяли. Всего вам доброго!